Расскажите, пожалуйста, как в старину неграмотные люди готовились к причастию? Ведь они не знали грамоту и не могли читать молитвенных правил. Разумеется. Молитвенное правило, то, которое мы сейчас имеем, вообще появилось только в XVIII веке. До этого никаких молитвенных правил не было. Стали печатать первые молитвенники. Раньше, в XVIII веке, вы не встретились. Люди, те, кто неграмотные, читали Иисусову молитву. И есть, кто имел книги, в основном имеется в виду часослов. Вот тогда читали по часослову. Или приходили в фрам, или в близлежащий монастырь и читали. Вот Иисусу молитву, или там, Отче нашу, все знали. А такое регулярное правило возникло только в XVIII веке. Ну, а вот сейчас по немощи, если человек не может прочитать правила, так бывает, батюшки нередко спрашивают, читал каноны, готовился ли. Как быть тем, кто не может по состоянию здоровья всё это осилить? Ну, как быть, никак. Ну, можно ли вот какое-то такое правило замены? Существует ли оно? Ну, скажем, Иисусовой молитвой заменить все эти каноны? Разумеется. Даже существовали такие правила, там, за вечернюю, по-моему, я сейчас наизусть не помню, ну, допустим, 100 Иисусов молитв. За утреннюю, там, 150. А может быть, чуть побольше. За канон, там, 30 Иисусов молитв. Какие-то вот такие градации были. Ну, опять, это же тоже, что по силам человеку. Ну, тут, наверное, не в количестве, а просто дело в том, чтобы человек, ну, как-то расположился в молитве к покаянию, потому что при части идти без покаяния. Ведь правило – это и есть, ну, такое, ну, как подспорье, что ли, человеку в молитве. Для того, чтобы вот те великие слова, которые сошли из уст великих святых, они научали человека таким высоким молитвенным чувством. Да, научиться бы нам этим чувствам. Ну, для этого, собственно, и даны вот эти правила. Но правила, конечно, не панацея. Это нельзя так думать, что вот обязательно только вот так, что дано в молитвослове.